Со столь быстрорастущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Scoundrel это один из самых редких оригинальных механических модов из США. Успех завязан на трех факторах. Производительность, ограниченные партии и шикарный внешний вид. Сегодня мы расскажем вам о Rolls-Royce от мировых устройств. Любой Scoundrel приедет к вам в коробке из пластика, которая дает фору многим американским компаниям. На ограниченных версиях ставится подпись производителя и серийный номер. А в специздании Military Edition все еще интереснее. Внутрь положили еще и две нашивки. Что на самом деле не удивительно, надо же как-то оправдать стоимость в поддержанный маслкар 70-х годов. Если же без иронии и сарказма, то выглядит и ощущается он просто шикарно. В алюминиевой версии вас ожидает очень качественное анодирование с тускловатым рисунком. А переливающейся гравировкой еще и тактильно приятно. В специздании Military Edition из латуни используется покрытие керокод, которое наносят на оружие в США. В отличие от алюминиевого, он матовый и держать в руке его еще приятнее. Но на нижней части мода есть небольшой непрокрас. Это заводской брак, который видимо связан со сложностью процесса покрытия. Также есть и обычная, более привычная для клаучейзеров медная версия. Форм-фактор у Scoundrel напоминает разжиревший фонарик. В верхней части сделано скругление до 24 мм, а к низу он снова расползается до 27 мм. Если вы любите постоянно показывать свой девайс и носить его в руке, то это будет очень удобно. При нажатии кнопки же держать его за вогнутую часть будет несколько непривычно, если вы не обладатель огромных ладоней и длиннющих пальцев. Если вам нравится чистить моды, то тут найдется еще одно интересное занятие. А именно, у вас появится отличная возможность потренироваться в меткости кидания болтов. Но если серьезно, то при его установке советуем использовать пинцет, а для фиксации удобнее всего прижать его аккумулятором и прикрутить снизу кнопку. Поверхность пина полукруглая, сделано это для стабильного точечного контакта. Возвратный механизм здесь выполнен при помощи магнитов. Кнопка нажимается легко с характерным глуховатым щелчком, а через отверстие для вывода газов можно прям-таки дышать, так что волноваться о безопасности не приходится. Все резьбы идеально подогнаны. Настолько плотно, что если прикрутить гибридный коннектор к РДА, он скорее всего останется в моде и его придется выкручивать монетой. С помощью него и осуществляется подгонка под высоту аккумулятора. Изоляция реализована с помощью небольшого кольца с пропилом. Scoundrail, конечно, не обходит по производительности X1 с родной РДА, но несмотря на гибридный коннектор, латунь и еще одну резьбу в кнопке, жарят невероятно. Шиковать так шиковать по полной. Мы выбрали для Scoundrail Battle Deck с черным Battle Cap. Получается очень брутальный и легкий сетап с высокой производительностью. В Battle Deck все по классике. 20 мм в диаметре, неубиваемые стойки, титановые винты, шикарное качество и полностью медный центральный пин. А вот Cap нам понравился больше, чем Modfather. Как минимум, не остается ощущение, что в комплект не положили дриптипа. Ну и овальное отверстие с шириной 6 мм позволит охладить даже очень массивные намотки, которые без проблем разжарят Scoundrail. Толстые стенки отлично способствуют вкусопередаче. Мы использовали эту связку с намоткой из двух жил 0,5 нержавейки и 0,1 нихрома сверху. Четыре витка на 3 мм и жарят, и дают невероятный вкус. Scoundrail это нестандартный, жарящий, красивый механический мод, который выпускается безумно ограниченными партиями, и найти его, кроме как на вторичном рынке, практически невозможно. Все эти факторы определяют стоимость устройства в 250 долларов за самую бюджетную алюминиевую версию, а за эксклюзивы придется выложить больше тысячи. Мы благодарим Vapor-сточителя за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok